И всем здоров, с вами Лорд Скорб, и сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот самоделочка по теме зомби-апокалипсиса, а именно вот такая вот база выживших мародёров в зомби-апокалипсисе, да, ну как бы можно понять по названию видео, а можно же догадаться по самой картинке, которую вы сейчас видите, собственно, перед вашими глазами. Опять же объясняю, почему меня так долго не было, это всё, скажем так, проблемы из-за нехватки времени, школы, учёба, бла-бла-бла, траля-ля, короче, вот так вот, но теперь я наконец-то смог выработать, скажем так, график работы на ютубе, и теперь я думаю, что уже наконец-таки навсегда возвращаюсь, то есть не с отрывками, а навсегда прям, и поэтому думаю, что фиксировано видео будут выходить хотя бы один раз на выходных, думаю, как-то так, может быть раньше, может быть реже, но один раз в неделю точно одно видео будет выходить, ну может быть больше, но меньше точно не будет. Итак, переходим к самой нашей самоделочке, значит, вот как она вся выглядит вживую, то есть, можем видеть даже флаг вот такой вот огромный. Да, сразу извиняюсь за голос, он может быть немножко хриповат, это из-за того, что у меня сейчас находится кашель, так что не удивляйтесь. Рассмотрим, скажем так, передний план нашей базы. Как мы можем заметить, тут сразу же возникает вот такая вот стена, да, можем заметить вот вся вот эта вот стена. Можем сразу же видеть, что в ней довольно много дыр, но это сделано неспроста. Во-первых, я сделал эти дыры для того, чтобы придать, скажем так, больше детализации на то, что, ну, стена похожа на стену. Как бы все-таки стена деревянная, и в деревянной стене, как правило, есть некоторые просветы. И стена, к тому же, довольно старая, как можем заметить, из-за наличия в ней больших неровностей, опять же, дыр довольно-таки огромных, и разного цвета дерева, то есть в каком-то, может быть, стена чуть-чуть прогнила, где-то покрылась лишаем, и все такое. Спереди нашу стену укрывает, скажем такой, плотно заросший слой какой-то травы. Также можем заметить несколько камушков, и бегает вот такой вот мутировший паучок, который приобрел довольно большие размеры, ну, скажем так, практически с травинку, да, с кустик травы, маленький такой, но все же больше среди стилистического камня. Ну, это что касается стены. Теперь давайте перейдем к декорации. Из декорации мы можем увидеть вот такой вот насаженный на стену череп, ну, череп зомби, да, можно так понять. Дальше можем также видеть различные цепи, и, конечно же, воспрещающий знак стоп, предупреждающий о том, что за стеной находится опасность. Но также мы можем видеть вот такую вот больницу, больницу, хотел сказать, из которой выглядывает стражник, который уже своим видом предупреждает, что сюда не следует заходить. Ну, давайте рассмотрим нашу базу изнутри. И что же мы тут можем увидеть? Тут также у нас идет продолжение стены, вот, можем заметить, тоже с таким просветом. И что же у нас внутри базы? А внутри базы у нас вот что. Ну, сразу же в глаза нам бросается вот этот молодой парень, который что-то варит в своем котелочке, какую-то еду. И также можем видеть на такой вот конструкции сушить рыбу. Кстати, конструкция довольно простая. То есть, всего лишь я взял бинокль, ну, как бы, знаете, скрепожный элемент такой. Тоже скрепчик один, вот такой вот. На палочку прицепил, на один пин, тоже с пином. И саму рыбу. Ну, и также вот расположил рядом огонь. Можем видеть, он тоже закреплен. Вот он, значит, помешивает что-то у нас. Ну, предположим, что он варит суп какой-то из баранины, допустим. Зарезали они баранчика и варят теперь благополучно суп. Что же у нас тут? Тут мы можем видеть огромное количество копий. И, скажем так, расположил я их не просто так. Сейчас я вам покажу, для чего же эти копья нужны, собственно. А нужны они вот для чего. Значит, вот мы берем копье и берем, причем, с вот этой штучкой. И теперь смотрим, что же у нас с этим копьем можно сделать. Ну, я вам расположу так, чтобы вы лучше видели. Вот у нас есть вот такая вот дырочка. Мы в это копье, в дырочку располагаем. И, скажем так, наша база приходит в некий, ну, такой боевой режим. То есть от набега в зомби уже защищенная. Сейчас мы его тоже расположим. Ну, вот как-то так можно все копья расположить. И база будет более укомплектована оружием. Также мы могли заметить вот такую вот необычную штуку. Это тоже некоторая такая ловушка боевая. Двойное, скажем так, копье заграждения. То есть при возникновении опасности наш, допустим, вот этот герой может пойти потянуть за этот рычаг. И копье опустится. То есть из поднятого режима оно опустится в нижний. Отлетела штучка. Сейчас поправим. Все будет хорошо. Делаем. И вот так вот оно заправляется в нижний режим. Чуть-чуть поправим за вот этой штуки. И опять же натягиваем. И вот у нас штука в боевом режиме. То есть кто-то может пойти. Ну, к примеру, если он был бы в зомби. И наткнуться на эту штуку. И тем самым проткнуть себе кишки. Ну, тоже такая себе смерть. Сами понимаете. Что ж, переходим дальше. Дальше идет уже другая сторона. Чтобы посмотреть более детально, что тут происходит. А тут мы видим уже, скажем так, как самого стражника. Вот это вот стражничка. Вот он наш стражник. Он стоит у нас, охраняет стену с луком. И тоже управляет небольшой ловушкой, как можем заметить. Если мы стражника отодвинем. Ну, к примеру, вот сюда, да. У нас тут есть вот такая вот штучка. Рычажочек. Если мы его выкидываем, то у нас выстреливаются вот такие вот, скажем так, гарпуны. Которые тоже могут проткнуть зомбаря. Ну, и также вставляем. При необходимости убираем. Ну, точнее складываем. Также мы можем видеть с внутренней стороны, что тут довольно много различных элементов. То есть и запасной колчан для стрен, и винтовка, и, скажем так, ящичек с инструментами. И даже можем заметить небольшой отсек для вилл, чтобы убирать, к примеру, листья. Ну, не листья, конечно, а, к примеру, хворост небольшой. Ну, не хворост, конечно же, а сено. Все-таки сено, сено. И можем заметить лесоруба. Ну, точнее, не лесоруба, а человека, который колет у нас дрова. Вот можем заметить сразу же несколько досочек. Значит, досочки наши, вот они лежат. И вот топориком он стоит на поверхности и рубит дрова. И, конечно же, складывает их. Вот сами палочки, да, и вот что ему еще осталось разрубить. То есть, вот такие вот огромные брена. Также можем заметить, что тут есть вот такой вот небольшой аппарат. Это, ну, что-то типа колонки с подачей воды. То есть, небольшой омывальничек такой, где можно помыть свои руки. Ну, и, конечно же, давайте рассмотрим нашего дровосека. Вот так вот он выглядит. Держит топор. Тоже боевой такой товарищ. Довольно-таки настроен, ну, скажем так, недоброжелательно. И давайте рассмотрим внутреннюю сторону нашей конструкции. Тут мы можем заметить небольшой садик. То есть, небольшое ограждение. И растут цветочки. Ну, может быть, когда-то они росли. И теперь вот продолжают расти. То есть, можем видеть, что садик особо никому не нужен. Тут, как бы, никто его не поливает. Но, что поделать. Вот такая вот небольшая недостроенная дорожка. То есть, как бы, по идее, она должна идти туда. Но, поскольку там у нас особо выхода-то нет, то зачем нам эта дорожка? Ну, бывший фонарный столб, по всей видимости. Или же линия электропередач. И также несколько мешочков, не поймись с чем. Ну, и плюс кустик. Во внутренней стороне у нас довольно все не так однозначно. Потому что у нас тут, на самом деле, идет два этажа. Давайте рассмотрим первый. В первом мы можем видеть, что это чистый этаж, не жилой. Чисто под житейские нужды. То есть, у нас тут как хранилище идет. Можем сразу же лицезреть с вами, что внутри у нас есть вот такие вот мешочки. Скорее всего, с какими-то вещами. Может быть, там одежда, может быть, припасы, может быть, провизия, может быть, все что угодно. Бочки две с двух сторон. Старый карабин висит на стене. Еще бочки с каким-то маслом. И также можем заметить остатки мотоцикла. То есть, разобрана его часть валяющаяся. И также можем видеть ящик с абсолютно различными инструментами. Такие как серп, гаечный ключ, дрель, смазка, ну, точнее, смазочный аппарат, молоток, циркулярная пила и многое-многое другое. Также здесь есть компактная станция. Вот такая вот. Радарная, да? Ну, не радарная, конечно же. А радиостанция вот такая маленькая. И телефонный аппарат. И также, если мы чуть-чуть вот сюда посмотрим, то там на стене висит карта. Что тоже не может нас не радовать. Что-то она не хочет фокусироваться. Во. Карту можем заметить. Ну, и теперь давайте поднимемся на верхний этаж. Жилой. Тут мы сразу же можем заметить двух разговаривающих между собой бандита. Ну, мародеров, точнее, да? Вот так вот они выглядят. Один пьет, скорее всего, воду, ну, может быть, чай или еще что-то вот. Ну, а также мы можем видеть наличие здесь кровати. Также вот небольшие стойки для книжек. Ну, точнее, полочки, да? Вот такого вот фонаря, который как бы и освещает весь верхний этаж. Ну, и также окошечко, которое ведет наружу, которое, кстати, открыто. И, кстати, крышу я сделал за счет вот таких вот элементов. На них все накрепил, и получилась вот такая вот крыша. Ну, вот такой вот получился обзор. Жесть.